Хотя я в тюрьме был, но в армейской. Интеллигентные, начитанные, спокойные люди. Соответственно, и я такой же. На что похоже быть в тюрьме? Нары, высокие стены, колючая проволока. Это, наверное, последние года 3-4. Очень легко как-то получается. И в это сложно поверить. Вот откуда мое удивление. А что более всего тебе нравится в человеке? Какие качества человека ты ценишь наиболее всего? Лицемеры. Люди, которые ради цели ходят по трупам. Я не был готов отвечать на этот вопрос. Но это то, что первое приходит на ум. Класс, класс. А можно я вино открою? Я бы очень хотел сказать, а можем за это выпить? Да. А мы уже начали вообще? Давно уже начали, да. Окей, хорошо. В общем, они чем угодно пытаются. Цветы, там, думали про вино. Интернет-продажа. Окей. Окей. Как она переносит вот такое кризисное рабочее состояние? В принципе, у нее сокращенный график работы сейчас. Ей не так сложно, как владельцу компании. Так что, в принципе, не страшно. Ты выиграл от этого? Ты знаешь, в любой ситуации надо смотреть на полную половину стакана. На полную половину стакана? Да. Так что, в этой ситуации есть и плюсы, и минусы. А дети как? Отлично. Мамы больше стало? Да, и мама больше стала, и как раз вот логистикой она занимается больше. Сейчас развозят детей. То есть, у тебя высвободился ресурс некоторый? Да. Я, во-первых, почти не пользуюсь машиной, но редко пользуюсь машиной. Сам, понимаешь, живу здесь? Да. Ехать в Гудуайн две остановки на метро? Вообще бомба. И даже такси мне не приходится пользоваться. А самокатом? Ну, слушай, самокат, мне кажется... Да, но я как-то немножко еще не освоил его и побаиваюсь. По району беру у сына там, катаюсь. Как тебе в метро? Классно. Ну, это очень эффективный способ. Ты не болел звездной болезнью, не буду спускаться в метро? Нет, никогда. Да. Ты в целом для меня не похож на такой человек. Вообще, я не знаю, зачем тебя это спросил, но спросил и спросил. Ну, это, кстати, вопрос, который многие люди задают себе, другим. Иногда, мне кажется, я от сына слышал недавно. Блин, ой, мы купили сейчас что-то. Я ему купил подарок на день рождения, пакет, сума, какой-то бренд. Он говорит, ой, с таким метро зайти, все будут смотреть. Вот надо сыну рассказать, чтобы на самом деле никакого статуса. Что ты делаешь, когда в метро заходишь? Жду поезд, сажусь и еду. Две остановки, слушай, нечего делать, там пять минут. Не успеваешь почитать ритуал? Не-не-не-не, может, только за пять минут ты ничего не сможешь сделать. Зорик, я тебя пригласил, потому что ты мне очень нравишься. И я как-то... Наши чувства взаимны. Мне приятно. Я рад редко тебя встречать, когда встречать. Или в Гудвайне, или раньше в Ботеге у тебя, или на футбольных полях Киевщины, или случайно еще где-то у совместных друзей или знакомых. И когда я тебя не встречу, я испытываю такие ощущения, блин, какой интеллигентный, интеллектуальный, приятный, такой обволакивающий человек. Откуда эта часть тебя возникла? Как это вообще создается? У тебя было столько возможностей быть другим, из-за того, что я успел узнать о тебе. Но ты выбрал вот так. Каким другим, интересно? Другим, в смысле спиться, быгловатым быть, нахальным быть, звездой быть, потому что многое будет заиграться, зазнаться. Ты выбрал... А мы уже начали вообще? Давно уже начали, да. Окей, хорошо. Я думаю, что выбора большого не было. Это все-таки очень природно и естественно. В целом, я думаю, некоторые из твоих гостей об этом уже говорили, легче жить, когда ты плывешь по течению положительных эмоций, своей природы. Соответственно, быть не таким, как я есть, сложно. То есть я такой, как я есть. Притворяться, лицемерить, врать, это сложно. Но это определенный стресс. Я не люблю стрессы. Я не люблю стрессы. Врать, притворяться — это стресс. Приходилось ли тебе... Нет, для кого-то это наоборот. Есть целая такая плеяда бизнесменов, допустим, мы упоминали вначале, и мы знаем, для которых, мне кажется, это естественно. Вот не обманешь — не проживешь, не заработаешь. И наоборот, это какой-то, знаешь, есть в этом адреналин, бизнес-адреналин. Я как-то пробовал. Для политиков так. Часть жизни моей в какое-то время была... В некотором роде я не мог разобраться, кто я, и приходилось быть всяким. Ну, не могу сказать, что это приятно. Потом, постфактум, особенно если рефлексию делать и понимать, на кого и как это влияет, а главное, как это на меня влияет, то это не то, чего хочется. И мне нелегко было отказываться от возможности быть разным и собой, и тем, что я понял потом, это не я, так как мне бы хотелось, чтобы в тот момент это было. Неприятно это осознавать было, конечно, что, ну, я выбирал и не собой быть, и, в общем-то, вот так. Но позже стало легче, потому что тогда нужно меньше ресурса на это мне тратить. Абсолютно верно. И вот мой вопрос, с которого мы сюда заглянули, был, приходилось ли тебе выбирать времена, когда нужно было быть чуть-чуть другим, как будто немного подлицемерить или еще что-то? Не припомню. Не припомню. Я рад. Наверное, ну, смотри, знаешь, когда ты много лет работаешь в ресторанах с людьми, то есть система продавец-клиент, тебе, наверное, надо иногда надевать маску, но при этом быть лицемером, наверное, нет. Ну, может быть, не всегда показывать свои истинные чувства, особенно когда с тобой неприятные люди общаются. А быть интеллигентом? Да. Оставаться в уважительном таком порядке? Ну, ни в коем случае не быть халуем, но и не показывать все, что ты думаешь об этом неприятном человеке. То есть все лучше покер-фейс. Как ты научился вот этому непоказыванию? Я думаю, что все-таки это связано с природой. Ну, изначально, вот ты спрашиваешь, интеллигентный, интеллектуальный, спокойный. Два из трех этих терминов, как минимум, на мой взгляд, это от природы, то есть интеллекта. Ты же не можешь его сильно вырастить. Ты можешь его поддерживать, ты можешь его корректировать. Естественно, чтение, обучение и так далее, это тебе помогает. Нрав, характер, спокойствие, оно или есть, или нет. Естественно, среда может это корректировать, но если у тебя не было никаких стрессовых ситуаций, длительных, ну, то есть, грубо говоря, не попадал. Которые сильно корректировали. Я не был в зоне боевых действий, там, в тюрьме, еще что, хотя я в тюрьме был, но в армейской, в Израиле, когда жил. Ну, то есть у меня не было длительных стрессовых ситуаций, которые бы повлияли на меня. Я не рос в плохом районе, как пример. То есть ничего невозвратного не произошло, такого вот из длительного стресса, как ты говорил. Дальше. Семья, что очень важно. Среда. Интеллигентные, начитанные, спокойные люди. Соответственно, и я такой же. Класс, класс. А можно я вино открываю? Я бы очень хотел сказать, а можем за это выпить? Да. Так, Зорик, ты... Мне сказали, сидя, открывать. Да, пожалуйста. Слушатель же, в общем, слушатель, мы сидим в студии и открываем вино, сидя. Так как Зорик профессионально великолепный сомелье, то сделать он это может очень легко. И звук вы сейчас услышите. Ну, если быть до конца правдивым, то звук не надо делать по этикету сомелье. Но только ради тебя. Очень важно пробку понюхать. Все уже узнали, что мы сейчас сделали. Открутили пробку со штопора. Итак, Зорик. Понюхать свой бокал на всякий случай. Понюхать свой бокал на всякий случай. Так как мы с тобой встретились впервые как раз в Ботеге, у тебя в прекрасном ранее существовавшем ресторане, и там я выпил впервые какое-то вино, которое ты рекомендовал с тех пор. Моя винная история, в том числе как-то за Майорила. Ну и наше с тобой знакомство с тех пор началось. И вот... Засказанное. 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 Мы выпиваем засказанное, дорогой слушатель. Расскажи, что мы пьем. Это очень крутое вино, при этом неизвестное. В целом, знаешь, когда у тебя такой багаж знаний за плечами, опыт, ты скучаешь, дина все время новая, ты ищешь неизвестные звезды, то, что эмоционально и физиологически тебя будет радовать, и вот из этой серии это малоизвестное вино, называется Тригон, производитель Сула, Юг Франции, сорт Сера. В основном, 86% тут Сера. И это натуральное вино? Оно натуральное, да, но этот термин зачастую демонизирует. Ну то есть натуральное, значит, какое-то crazy, вонючее, еще что-то нестабильное. Если натуральное вино делает профессионал, то оно будет натуральное, то есть принцип невмешательства, био, минимум консервантов, ноль манипуляций, но при этом оно остается чистым, красивым. Вот это вино, на мой взгляд, элегантное. Ты хотел этого переживания, элегантного, этого вина, звездочки, которые ты давно искал, это оно? Это оно, да. Ну, это вино я знаю давно, пью его не так часто, иначе бы оно просто надоело, я бы не принес его сегодня. Их 70 тысяч в году производят? Всего, да, этот производитель в среднем 70 тысяч в году производит, и это очень мало. Вообще, кстати, я хотел бы еще сказать про этого производителя. Это один из тех примеров визионера, который смотрел на 20-30 лет вперед, известный винодел Жерар Губи. Он понимал, что грядет климатическое изменение, и градус будет постепенно повышаться. Он из Лангидок-Руссион, юг Франции. Там сейчас 14-15 градусов – это рутина. Это очень много уже. Раньше градус был 12-13. Вот он понимает неизбежность этого процесса. Мы говорим о крепости продукта. Да, да, да. Он искал более прохладные места. Где более прохладные – высоко. То есть надо было найти что-то в Пиренеях, на границе Франции и Испании. И на те времена это были не очень успешные виноградники. Ну, так считали местные. И они их дешево продавали. Вот человек, понимая задачу на 20-30 лет вперед, в конце 90-х купил виноградники, которые сейчас делают вот эти вот чудесные вины. Прочувствовал. И сейчас, когда все делают 14-15 и у них почти нет выбора, он делает спокойно, красиво, 12-13 градусов. Это значит, что если мы за эфир этот полуторачасовой выпьем бутылку, то мы меньше опьянеем, чем… Во-первых. Если бы она была 14-15 градусов, да. Во-вторых, все-таки отсутствие консервантовой манипуляции с вином делает его более здоровым. То есть организм легче переносит потребление таких вин. А я как раз сегодня был на первом сеансе удаления тату, которых будет много и длиться это будет до двух лет в сумме. Да, да, там требуется время на два месяца между сессиями. А пока же, может воздеться. Нет. Окей, ладно. Да, тем более ты видел на футболе много раз, которая на спине. Там мы с тобой давно не играли. Итак, он говорит, послушай, будешь пить вино, выпей. Бокал, два, хорошо, кровушка пускай гуляет, ходит, отек, чтобы снимался. Они там холодом работали, я думаю, боже, какая хорошая идея, что Зорик придет и поможет. Помогаешь. Я реально думал принести с собой бутылку. Как в Парфеноне. Да. Родилось не случайно. Мы как бы калькируем, но как есть. Мне интересно. Тем более для меня с тобой это такое переживание как раз очень общее. И, знаешь, может какой-то поток дополнительный от этого откроется. Ты отметил, я сидел в тюрьме в израильской тюрьме военной. Я думаю, ну давай посмотрим, что там было. Ты учился в Израиле. Да. Родился, учился в Израиле. Не-не-не, я родился в Днепре. Мне всегда было сложно ответить на вопрос, откуда ты. Потому что я родился в Днепре, но жил там до 7 лет. Где-то, когда мне было 7 лет. То есть переход с 1-го в 2-й класс у меня совершился из Днепра в Москву. Потому что там жили бабушки и дедушки. Там я прожил 10 лет. До 90-го года. И когда вот открылась форточка, даже не окно, а форточка, и появилась возможность свалить Советского Союза, это все хотели свалить. Ну, понимаешь, какие это годы. И, соответственно, по еврейской линии было возможно уехать в Израиль. Тогда не было еще дипоплошений. И мы ехали через Румынию. Интересно. То есть вот такие приключения были. Ну, там все хорошо было организовано. Два дня переночевали в гостинице. И потом уже Ильяль забрал нас в Тель-Авив. Соответственно, я приехал в Тель-Авив, когда мне было 16 лет. Ну, более-менее уже сформированный. И в армии не очень хотел служить. Понимаешь? Ребенок интеллигентных родителей, совершенно другие интересы, принципы и прочее. 16, да. То есть мне прочили уже мединститут. Там дедушка все прозондировал, подготовил, говорит, будешь стоматологом, золото, все дела. Будет классно. Тогда же золотые коронки были. И, соответственно, была такая парадигма, что если ты не имеешь связи, или у тебя нету способности учиться, ты загремишь в армию. То есть армия для неудачников. Исключение это офицеры. Какие-то, ну, наверное, идейные люди. Я не был офицером, семья тоже не офицерская была. Соответственно, в армию я ни в коем случае не хотел. Когда я приехал в Израиль и идти в Европу, а три года в армию. Это буквально через полтора года. Но это же необходимость. Каждый служит в Израиле. Это необходимость, да, но я-то еще не прочувствовал тогда это. Соответственно, я сказал, вот я хотел бы сделать вот это, вот это, вот такие-то профессии. Мне говорят, не-не-не, тут выбираем мы. Это армия, сынок. У тебя нет никаких отмазок ни по медицинским, ни по экономическим показателям. Соответственно, ты идешь, выбираешь вот из этих шести боевых родов войск, куда ты пойдешь. Какие ты выбрал войска? Никакие. Ну, как бы я сделал курс молодого бойца. Потом, там, ну, случилась такая психологическая штука. Меня обманули, сказали, ну, не вопрос, хочешь медбратом, вот, иди туда, там тебя запишут, медбратом, прохожу туда, это распределитель боевых войск. Ах, вы меня обманули, все, вообще не буду служить. Ну, и была схема, опять же, все советские иммигранты находят какие-то схемы. Мне сказали схему, как сделать так, чтобы не служить. Соответственно, я провел несколько месяцев в армейской тюрьме, и меня, в конце концов, уволили из запасов доблестной израильской армии. На что похоже быть в тюрьме? Да, это не такая, как в фильмах, это не криминальная тюрьма. Это, прежде всего, дисциплина, дисциплина, дисциплина. Визуально, хотя она выглядит, конечно, как тюрьма устрашающая, то есть нары, высокие стены, колючая проволока. Ну, это, прежде всего, про дисциплину. И ты оттуда что-то вынес из этих нескольких месяцев? Что-то изменилось в твоем характере или в способе поведения? Да, вот это как раз про спокойствие, про уравновешенность, потому что какие-то нерациональные поступки, излишняя эмоциональность, нервы, они приводят к дополнительному сроку. Хочешь, не хочешь, выбрал. Нет, хочешь, хочешь, выбрал, спокойно. Спокойно. Спасибо, что ты поделился. А ты стыдишься этой историей или нет? Ну, не горжусь точно. Не горжусь точно. А как в целом со стыдливыми вещами ты распоряжаешься? Не афиширую обычно. А сам как переживаешь это? Переживаю. Вопрос, конечно, насколько стыд стыду розен. Ну, раз ты стыд переживаешь, как и я, то у тебя, наверное, есть тогда очень отчетливый моральный компас. Конечно, должен быть. Что лучше всего ты запомнил, как формирующий этот компас событие или ряд событий, или, может быть, целая плеяда, допустим, обучения или беседы с дедушкой или с бабушкой по вечерам? Ну, это, скорее всего, не то, что конкретные беседы, конкретные случаи. Это же складывается из крупиц общения. С родственниками прежде всего, да. Бабушки, дедушки, папа, мама. Потом ты уже выбираешь товарищей, которые так или иначе на тебя влияют. Одна из причин, почему я хотел уехать из Израиля, в 2004 году вернулся. В 2004 году? Да, да. Я думал ехать сначала в Москву, ну, потому что я уезжал оттуда, и там жила бабушка на тот момент. И я всю литературу получал из Москвы, и Москва по винной культуре была более развита, нежели Киев. В общем, думал ехать в Москву. Но по дороге меня перехватил Киев, чему я не сказал народ. И мне здесь понравилось, я остался, и вообще о Москве не думал больше. Так вот, одна из причин была профессиональная, вторая причина была то, что моя среда перестала мне нравиться в Израиле. Что я имею в виду? То есть среди моих друзей было мало людей, которые чего-либо достигли сами. И был достаточно высокий процент людей, которые занимались незаконными делами. Ну, это, мне кажется, в те времена было само собой, конец девяностых, начало нулевых, многие этим занимались. Что здесь, что там. Соответственно, я понимал, что это путь не самый приятный, и лучше менять обстановку. То есть и профессиональную, и человеческую. Вот если мы говорим о моральных компасах, среди прочего, их окружение формирует. Формирует, конечно. Ты выбрал другое окружение. Да, да, я поменял окружение. И здесь тоже нашел людей, на которых я ориентируюсь, и которые во многом мне являются вот таким вот моральным компасом. А с четвертого года, когда ты переехал сюда, менялся ли у тебя этот круг еще? Менял ли ты его? Частично. Частично. А что вызывало необходимость менять? Что в тебе вызывало необходимость? Это не всегда было мое решение, во-первых. Но если говорить о том, когда я решаю, то это прежде всего появляются новые интересные люди, с которыми хочется общаться. Есть друзья, которые остаются надолго, навсегда. Есть люди, с которыми ты знаешь... Знаешь, я в целом не категоричен. То есть есть люди, к которым я не отношусь как черное-белое, хороший-плохой, пойду в разведку, не пойду в разведку. Вот с ним приятно, допустим, бухать. С ним приятно учиться. С ним приятно в футбол играть. А с кем-то приятно делать все это. С кем-то ты понимаешь, ты пойдешь и пить, и в разведку, и, если что, он позаботится о твоих детях. Соответственно, ты выбираешь этих людей и с каждого понемногу берешь. А сколько тебе лет сейчас? 48 недавно исполнилось. 48. Мне 35. Просто очень интересно. Я на это смотрю еще как на то, как вообще можно эти моральные компасы себе выбирать. Какие есть возможные критерии, как они с моими матчатся или нет, как способ определения. А ты говоришь о некой дружбе. Ты говоришь, а можешь ли ты... Много ли у тебя друзей и друзей, с которыми можно все... Мало, конечно. Мало. А почему ты говоришь, конечно? Ну, это же философская борьба количества и качества. Не бывает много настоящих друзей. Ты знаешь об этом наверняка? Или это утверждение, которое у тебя залипло в голове? Мне кажется, это и клише. С одной стороны, с другой стороны, это и практика моя подсказывает. То же самое. Почему ты, Зорик, хороший друг? Потому что, наверное, я не обманываю людей и говорю или показываю своим поведением то, на что я способен и не подвожу. То есть я не даю завышенных ожиданий человеку. Нравится? Подходит? Я с тобой. Ты формировал как-то для себя путь этот, какой я хороший друг? Ну, так академически точно нет, психологически тоже нет. Нет, это само собой и все происходит. То есть благодаря тому, какое у тебя естество, о чем ты в начале интервью говорил, природа? Скорее всего. Плюс environment и родители, и прочее обучение. Конечно, конечно. А приходилось из-за чего-то, но не смерть, терять друзей? Тебя теряли или где ты терял? Нет. Ну, потеря, болезненной потери не было. Может быть, были расставания, из-за того, что я переехал куда-то. Вот у меня есть два таких друга, и ты одного из них знаешь, Юру Блотского, например. Да, да, да. И это для меня большая потеря, что мы... Но это, знаешь, как длинная дружба, у которой, мне кажется, не исчерпаем, как и у твоих дружб на расстоянии срок годности. Мне так... Еще мне с Ромкой отжили в Америке. И вот мне интересно, что тебе помогает эти long-term дружбы, long-term и long-distance дружбы сохранять, как тебе кажется? Современное средство коммуникации. Гаджет. Скайп? А нет, скайп уже, мне кажется, в прошлом. И знание... Мне помогает еще знание того, что это как будто вечно. То есть такая infinite. Вот мы знаем, что мы есть друг для друга или друг у друга, и для этого при наличии современных технологий нет необходимости ежедневного... Хотелось бы, может быть, но хотелось бы лично больше, чем дистанционно. Ну, будет перенасыщение, если каждый день. Тоже верно. И тогда это... Я думаю, что тогда фундамент хороший, и мы вложили в фундамент хорошо, если время спустя вот так можно на дистанции, редко видясь, но чувствовать, как будто вчера были. Я бы с Юрой выпил. Да. Давай за Юру. Он уехал в приключения, в настоящее. За Юрку выпили. Он же увидит, наверное, этот подкаст. Ну, этот я ему прям подарю. На, Юра, смотри, это подарок для тебя. Я думаю, нам радуется. Он когда-то как раз о тебе мне много рассказывал. О том способе, как ты встречаешь мир. Открыто. То есть не скованно, а как-то раскованно, открыто. Вроде бы ты можешь, благодаря опыту, ожидать, что он может, в общем-то, и по морде дать. Но я замечаю это в тебе, что ты на мир открыт. Презумпция доверия. Не, не. Ага, интересно как. Презумпции доверия нет. А ну-ка, расскажи. Ни в коем случае. Значит, плохо почитал тебя. Наверное. Ну, то есть открыто, да, но не с наивностью и не с презумпцией доверия. Нет, жизнь научила как раз проверять. Значит, каждый новый, вхожий в твою жизнь, не получает презумпцию доверия. Однозначно. Однозначно. Должен пройти проверку определенную. А на что похожа проверка? Это же только в общении. Ну, грубо говоря. Совместное действие, совместную цель какую-то иметь или... Среди прочего, ну, допустим, проверка алкоголем. Я не пью в больших количествах, не напиваюсь, я всегда контролирую. Никогда тебя не видел пьяным. И я не люблю людей, которые теряют контроль. То есть люди, которые напиваются, и потом с ними можно попасть в какую-то историю неприятную, вот нету в моем окружении. Или если они есть, то я с ними не пью. Fair enough. Ну, это... Один из, среди прочего, способов проверки. Да, однозначно. Есть же много разных материальных проверок. Просто. Ты отдал же друзьям деньги? Или знакомым? К счастью, у меня состоятельные друзья, и... Нет необходимости. Не было такого давно уже. То есть это не тот способ проверки, например? Да, но его всегда надо держать в голове. Ну, как-то, ну, знаешь, опыт еще помогает, интуиция понимает, твой, не твой человек, порядочный или не очень. Ты как видишь, считываешь? Да. Мне кажется, да. А это действительно со временем у тебя развился этот мета-навык? Только со временем, да. То есть чем дольше я живу, тем больше это развивается, если хотите это развивать. Да, да. А ты же, я так представляю изначально, представлял, знал, что с людьми тебе работать придется долго, потому что твоя любовь... Ну, с 18 лет я официантом начинал. Вот, как и я в Америке. Это требует недюжинного терпения и интереса к людям, в общем-то. Или терпимость хотя бы. Принятие, хорошо, терпимость. Как ты развивал эти части себя, эти характеристики свои? Не приходилось развивать. То есть это как бы естественно шло, поэтому я этим продолжил заниматься. развивать, опять же, нету, наверное, в моем лексиконе именно этого термина по отношению к людям. Скорее я ищу какие-то новые интересные черты в людях, и мне нравится обновление аудитории, то есть каждый новый потенциальный гость, знакомый, он может что-то привнести интересное в твою жизнь. Не привнес, ну ладно, мимо проходит. Но, опять же, остается... Ты согласен с тем, что может не привнести? То есть шанс того, что привнесет, больше значительно? Наоборот. Наоборот. Что привнесет, он маленький. Маленький, ага. Большинство людей проходит мимо. Это как поиск золота. Сито. Руда, руда, руда. Опа, зернышки. И ты вот как с этим вином в поисках таких вот зернышек. Да, да. Опять же, вернусь, наверное, к этому. Берба, количество и качество. То есть качество, оно редкое явление. Но тут еще зависит от того, какие у тебя требования, какую планку ты ставишь. А ты благодаря тому, что ставишь такой фильтр, такую планку, что получаешь? Что является результатом наличия такого фильтра? Удовольствие от общения. Если мы говорим, опять же, эта же планка, она во многом в винах. То есть я уже не могу получить удовольствие от какого-то проходного среднего вина. Не могу получить удовольствие. Знать же надо, что это проходное среднее вина. Ну да, я это знаю. Хорошо. Книги, кинофильмы, сериалы, неважно. Люди. Ты во всем этом уже разбираешься, и, соответственно, твоя планка достаточно высоко, и ты получаешь удовольствие только при достижении определенного левела. Угу. Похоже, что это как бы дорога в один конец. Всегда нужно подыскивать вот то самое золото через сито. Это звучит как-то плохо. Дорога в один конец. Это оптимистичная дорога. Ну да, это хорошая дорога. Это хорошая дорога. Со всеми, практически со всеми гостями. А может ли быть разветвление на этой дороге? А ну давай подискутируем. Разветвление какого характера? Это вопрос к тебе. Ну, может быть, ты как-то поменяешь. Вот я высказал определенную теорему. Да, это твой способ. Да, да. То есть ты отбираешь согласно своим определенным моральным, эстетическим требованиям. Можешь ли ты это как-то поменять или получить удовольствие, внеся изменения? Ранее я был более энергичен с людьми, что ли, если можно так сказать. Как-то более открыт, менее избирателен. Ты в целом более энергичен, чем я. Плюс это. И набирая как будто количество знакомств, интеракшнсов, встреч, общений. И менее думая, или думая, что я думаю о качестве. Но сегодня я уже знаю, что тогда качество было меньше от этого. Время спустя, может быть, 5-6 лет назад, когда рост какой-то психологический начался, более сознательный, что ли, людей стало... Вот я все еще был активным, но людей становиться стало немножко меньше тех, кто у меня были и становились интересными. В какой-то момент даже дошло до того, что прям мне сложнее стало хотеть открываться к новым. Хотя у меня и деятельность открыта и прочее, но мне стало сложнее. Как-то мой такой маятник зашел в другую сторону. Сегодня я в позиции следующей. На какой-то момент я испугался в целом, что я подзакрыт. И только то количество людей, которые есть рядом со мной, качественных, о которых я знаю временем проверенных, которые мне откровенно нравятся, и чаще которым нравлюсь и я тоже, чтобы это приносило удовольствие в обе стороны. Вот мы как будто с ними. А новые... Вот вроде бы я бы и хотел, чтобы новые, но вроде бы немножко и закрыт на это одновременно. Вот сейчас ты спросил об этом, я поговорил, и вот приоткрыл для себя эту маленькую завесу. При этом я заинтересован в том, чтобы, конечно, обогащаться. Вопросов нет. Что этому поможет? Совместный опыт. Сто процентов. Но для того, чтобы этот совместный опыт случился, у меня просто там такой набор фильтров стоит, чтобы допустить этот первый совместный опыт или переживание. Эстетическое, этическое. Как тело реагирует. Если ощущение принятия неприятия... Вот посмотрел, да нет. Сходу. А я знаю, что я доверяю телу в этом моменте. Также есть наведенные интересы. Кто-то подсказал. Вот неплохой человек. И я могу иногда не подумать сам, а воспользоваться этой подсказкой. И фильтр не работает. Две-три встречи. Вот он не работает. Я на чужом совете держусь, так сказать, за него. А потом через две-три встречи может уже как бы фильтр включиться, и не проходит человек фильтр этим. И хотя еще три встречи назад по совету друга казалось или знакомого, что проходит. Ну и это тоже, наверное, с опытом придет. Такие мои переживания. Но в твоей жизни появляются новые интересные знакомые? Говорю по факту, за год появились несколько таких знакомств, которые мне бы хотелось оставить в своей жизни. И развить. И развить. И это, кстати, это и есть ответ. На мой вопрос и на твой вопрос. А в твоей жизни? За год? Не припомню. Не припомню. Очень высокопланка. Но у меня просто произошло много новых знакомств за последние три года. С тех пор, как я начал работать в Гудване. И там целая плеяда интересных, крутых людей, которые вошли в мою жизнь, и с которыми я развиваю знакомство, дружбу. И, соответственно, вот не было необходимости, наверное, и сложно было найти еще людей в этом году. Есть такое число, число Донбара называется. С кем ты можешь активно поддерживать количество контактов. И его ограничения немного больше 120, кажется. 124. Я могу ошибиться, Илья Филиппов подскажет. И больше мы не можем дарить этим людям достаточно внимания. Я помню число 12 по количеству людей, с которыми ты можешь эффективно работать. 12, 120. То есть вот пицца пай и немножко больше, чем пицца пай. То есть 8-12. Это про тех, с кем ты можешь корректно, комфортно менеджить кого можешь. Но вернемся. И, в общем, эти 120, допускаем 120 человек, это вот куда ты можешь достаточно энергии направлять. И, похоже, раз у тебя за три года такое привнесение в жизнь произошло, возможно, этих 120 наполнилось людей. Возможно. И просто уже некуда на этом этапе. И тогда придется кем-то жертвовать или каким-то временем с кем-то жертвовать? Кстати, да. Кем-то приходится жертвовать. А так как у тебя большое количество знакомств, от других людей точно есть ожидание времени с Зориком. Времени, контакты, интересы. Ой, я это сейчас ощущаю постоянно. У меня чуть ли не каждый день бывает загружен. И иногда я не веду дневники, расписания почти никогда. Кроме каких-то рабочих моментов, когда тебе назначают. Я, в принципе, помню хорошо. Но бывает такое, что у меня в голове просто книжка. Так, в среду с Андреем, в четверг с Иваном, в пятницу. Ну, пятница — это святое. В субботу с семьей. То есть каждый день бывает заполнено. И я себя ловлю уже на мысли, что я даже устаю от излишнего общения, внимания. Просто не хватает времени физически отдыхать. От людей тоже устаю иногда. Конечно, устаешь. Конечно, устаешь. А что делать? Интерес к тебе не уменьшится. Не уменьшится. Что делать? Что бы ты хотел с этим сделать? Лавировать. Лавировать. Ну, а как так, чтобы не терять от этого много энергии? Мы-то создаем все равно ощущение ожидания от других. Ну, у меня нет, наверное, единственного правильного ответа. Наверное, прежде всего надо задумываться о том, чтобы это было взаимоинтересно. Чтобы ты тоже получал. То есть, среди прочего, знаешь, иногда я себя ловлю на мысли, что надо все-таки заботиться о себе побольше. Потому что раньше бывало часто, что я шел на какие-то контакты, общения, хотя мне не обязательно это было интересно. То есть, ты понимаешь, что вот эта встреча не обязательно. Вот эта... Что-то изменила, Зорик? Дегустация. Фильтровать стал. Был какой-то момент такой клик и все, я устал, больше не хочу, так буду фильтровать. Нет, не клик, это постепенно. Капелька за капелькой. Да, да, да. А какое время уже так происходит, что ты устал и такое все, буду фильтровать? Это, наверное, последние года 3-4. Чем больше у людей стало приходить в твою жизнь, тем больше приходится фильтровать. Ну, тут еще важно понимать, что у меня работа, и в целом последние лет так 20, бизнес and pleasure. То есть, я занимаюсь любимым делом. И я зачастую совмещаю, я вроде бы и работаю, а вроде бы и получаю удовольствие. Я вроде бы гуляю, но с другой стороны на работе. Для тебя не разделение этого что-то сложное или нет? Это цель, не разделять это. Цель, не разделять это. Тогда это что-то замечательное. Конечно. Ты так и хотел? Да. Ты об этом мечтал? Нет, я думаю, это в принципе мечта многих людей, заниматься любимым делом. Чтобы мое дело было любимым делом. Да. У тебя так сразу получилось? Не, конечно, не сразу. А помнишь, когда ты пришел такой, вот сейчас жена, я вот почувствовал, что я занимаюсь любимым делом. Я еще не был женат тогда. Ну, да, это где-то лет 20 назад и произошло. Вот отчего я вижу радости в твоих глазах, вот когда я тебя встречаю много-много лет. Ну, если я захотел уехать и поменять страну ради любимого дела. Спасибо, что ты это говоришь. Возможно, это будет многих людей надыхать, спонукать к таким решениям. А уезжая сюда, тогда, в четвертом году из Израиля, за любимым делом, чем ты пожертвовал? Общением с семьей, с родителями. Общением с тем кругом, который у меня был. То есть те друзья, с которыми я общался в Тель-Авиве. Наверное, каким-то уровнем комфорта и цивилизации все-таки развития Израиля и Украины, особенно в 2004 году, было разное. То есть бытовые условия жизни мне были немножко в диковинку в некоторые моменты. Но, с другой стороны, это все воспринималось как прикольно. Как приключение. Да. А ты относишься к жизни как к игре? Возможно, да, частично. Игра как приключение получается. Да, да. И представляешь себя кем-то в этой игре дальше? Я в RPG когда играю, в role-playing games, где героя можно развивать и выбирать ему путь направления развития, и под это подтачивать скиллы какие-то определенные. Проходить или не проходить дополнительные квесты, чтобы в чем-то конкретно стать интереснее. Или разузнать что-то новое. И вот в этой твоей игре, в этом приключении с 2004 года, тот путь, который ты тогда выбрал, и то, где ты сегодня, в 2021 году, насколько оно там, где ты хотел быть? Я там, где хотел быть, как ты правильно сказал, те 35, а мне 48. Соответственно, я не геймер. То есть люди, которые значительно моложе меня, они все-таки геймеры. Ну, поколение геймеров, и многое воспринимается через призму игр. Так как я играл максимум там, ну, погоди, вот эти вот яйца, Супер Марио, я не геймер. И не воспринимает это. Да, я больше читаю. И тогда это арка героя, понимаешь? И смотрю фильмы. И путь героя. И вот твой путь героя по Кэмбеллу. Интересно. Ты там, где ты есть. Да. Там, где ты хотел быть. Да, и я, и есть я. То есть я не выбираю какого-то героя. А кто ты? Вот этот вопрос, мы в самом начале о нем говорили. Ты говоришь, я вот знаю, кто я. Знаю свои принципы, скорее, и моральный компас. Мне не приходится быть лицемером, потому что я знаю, кто я. Один мой хороший товарищ из Аспад-института Киев, Боря Мартыненко, он при встречах наших, он такой вопрос задает, он говорит, послушай, так важно знать, кто ты и ради чего ты живешь. И мне захотелось тебя, Зорик, тоже спросить об этом. Может, это очень такой прямолинейный вопрос, но мне кажется, ты ответишь на него. Легко. Я не знаю ответ на этот вопрос. Я не учился. Я люблю, конечно, обучаться, но, к сожалению, я не был на лекциях Бориса Мартыненко и не знаю, как ответить на этот вопрос. Ради чего ты живешь? Я не знаю. Нет, я знаю, ради чего я живу. Так это и есть вопрос. Ага, кто я, я не знаю. Просто я уверен, что это подразумевает определенные стандарты ответа, какие-то критерии. Вообще нет. Это просто обычный человек, никакой не лектор. Боря такой же, как и ты, мой товарищ. Но это его вопрос к себе. Кто я и ради чего я живу? И он это имел в виду, привнося за стол обсуждение. Оттого я это решил у тебя спросить. Можешь ли ты ответить на вопрос, кто ты? Ты говоришь, я не знаю. Тогда на вопрос... Не, я знаю, ради чего я живу. Кто я? Я есть я, но ты же знаешь меня. Да. Зачем мне тебе рассказывать? Ты упомянул в нашей беседе два очень важных фактора, критерия, которые важны для меня. Это этика и эстетика. Соответственно, я следую этим двум векторам в своей жизни. И они для меня становятся все более и более важными. Эстетика во всем. То есть, наверное, это не очень скромно, но, возможно, я стремлюсь быть эстетом, гурманом по всем направлениям своей жизни. Общаться с интересными людьми – это тоже эстетика. Конечно. Пить хорошие вины – однозначно. Гурманика. Да. Посещать правильные рестораны или даже стритфуд. Тут очень важно не быть снобом, статусным человеком. То есть, эстетика и гурме, они бывают и в простых вещах. Получать удовольствие от жизни. То есть, гедонизм однозначно. То, к чему я стремлюсь. Естественно, это семейные ценности. Дети. Два сына, которым надо помогать, развивать, давать пример для того, чтобы они выросли счастливыми и порядочными людьми. В одном, пока готовился, я себе писал, что бы мне хотелось с темой, которую я хотелось бы обсудить. Там для меня интересный контекст. Возник – это дети. Ты как отец. И вопрос звучит так. Чему тебя научили твои сыновья? Вот что бы ты обозначил, наверное, как ключевой опыт или ключевое переживание, которым ты не обладал до этого? Ну, наверное, есть такое клише, что мужчина ничего не боится, пока у него не появляется ребёнок. И потом он начинает опасаться, не дай бог, что-то случится с ребёнком. То есть, есть какие-то такие моменты, с одной стороны. С другой стороны, эмоциональные переживания. Ты каждый день что-то новое переживаешь с детьми. Меня, прежде всего, учит то, что дети меняются стремительно. Это не то детство, которое было у тебя, у меня. Более того, между ними разница 5,5 лет, и они уже разные. Они намного более взрослые, чем дети, которые обычно имеются в виду стереотип. Они намного раньше взрослеют. Вроде бы они книжки не читают. И вот есть такая делёнка, как так, современная молодёжь, этот тикток тупой и так далее. Они настолько крутые, они настолько образованы, они черпают информацию как-то на интуитивном уровне. Они круто, у них лексикон классный, несмотря на то, что они почти не читают книг. Как ты с возбуждением и интересом об этом рассказываешь? Я уверен, это не только мои дети. Наверняка, наверняка. Ты же говоришь, раньше дети менялись раз в 20 лет, сейчас раз в 5 лет. И ты прямо можешь наблюдать две разных парадигмы в одном доме у тебя. Три разных парадигмы. И однозначно оба более продвинутые, чем я и жена. А старшему сколько? 15 недавно исполнялось. Дети меняются, это главное, твоя школа с такой скоростью ещё меняется, главное твое обучение. Да. И мне надо уже иногда у них учиться чему-то. Иногда часто. Особенно с гаджетами. С гаджетами. Да. Мне очень понравилось. Я вернусь тогда на шаг назад от этого. Как мне понравилось и резонирует то, как и ради чего ты живёшь. Как ты хочешь жить. Какие принципы и интересы в этом. И есть лёгкая зависть. Я вот сейчас определила себя. К способу, к наличию этого спокойствия, этого поиска эстетики. И самое главное, жить по природе. Возможности жить по природе. Здесь вопрос родился такой. Ты как понял, что это твоя природа? Когда ты перестал сопротивляться этому? Да не сопротивляться, в принципе, никогда. И тут понимать-то нечего. Это оно. Всё. Как ты понимаешь, что ты плывёшь по течению? Ну, видно же, ты плывёшь по течению. В хорошем смысле этого слова. Ну, хорошо. Мне просто со временем стало понятно, что то течение, в котором я оказался, то русло, которое я выбрал, всё-таки я его выбирал, он был, наверное, какой-то исток. Дальше, знаешь, как у реки. Ты можешь в какой-то перебраться приток, заводь или лиман и застрять. А можешь дальше плыть. По течению. Да, ну, в хорошем смысле. Течение в смысле развития. Развития. Да. То есть ты мог куда-то там в бухту свернуть или в каком-то болоте засесть. Ну, ты развивался. И тебе просто повезло, что течение тебя и дальше несёт вот по этому пути жизненному, который приводит к большему удовольствию и развитию. Пафосно, да? Нет. Да. А можно я тебя спрошу так? Вот это течение, если мы с тобой вычленили, что с 2004 по 2021 сегодня, тогда, когда течение выходило, и ты выбрал свою реку, и она тебя сегодня привела в порт вот этот здесь, ты говоришь, я там, где я хочу быть. Ты построил себе визию того, как в 2041 будет твое ощущение от жизни происходить? Нет, более того, я открыт. Ты открыт, не ограничиваешь себя. Вообще нет. Просто ты знаешь, что... Ты знаешь, как выглядит течение. Ты знаешь, как чувствуется, когда ты... Не, ну это метафора, на самом деле. Может, течения нет. Мне нравится, что это метафора, потому что метафорами легче объяснить и легче понять нам, тем, кто на твоем языке не говорит. Может быть, течение меня вывезет в аэропорт, я сяду на самолёт и полечу. И в Израиль, или ещё куда-нибудь. Да. Может так быть. То есть ты открыт. А как вы с семьёй... Мы же не проплывём. Хорош. Как вы с семьёй планируете жизнь? Если у вас с женой, например, с детьми некая стратегия жизни в целом. Может быть, граунд рулс. У старшего сына только есть какие-то планы. Нет, стратегии вот конкретно нет. Интересно, как вы... Так, жена, какие принципы жизни нам важны с тобой? Ты договорились о принципах жизни? Теперь если что... Нет. Не надо объяснять. Знаешь, если надо объяснять, то не надо объяснять. Ты знаешь, не знаю. Ну, есть такая фраза. Ещё не знаю. Есть какие-то базовые вещи, которые не стоит объяснять. А если их стоит объяснять, то это наводит на подозрение. Ну, детям надо объяснять, конечно. Очень легко как-то получается. И в это сложно поверить. Вот откуда моё удивление. Значит, доверяй, но проверяй. Вернулись к одному из принципов. Гедонизм, любовь к жизни, этика, эстетика. Я хочу жить со вкусом. Так я тебя слышу, звучит. При этом с понятными семейными принципами, ценностями. Воспитывая детей. И будучи открытым на то, как дальше сложится жизнь. Зная, из чего ты состоишь, и как ты сюда попал, и на что похожи твое флоу, твой поток. Да. Да, и течение, в котором ты был. Это большой фундамент для того, чтобы переносить сложности, на мой взгляд. Однозначно. Умело переносить их. И здесь вопрос. К чему первому ты можешь, знаешь, к какому своему ресурсу ты можешь прийти первому, когда какая-то херня происходит, когда очень сложно. Что тебе помогает больше всего? Вот это спокойствие? Да, конечно. Это спокойствие. То есть надо хладнокровно принимать решение, не паниковать. Как тебе удается сохранять эту хладнокровность? Или это просто настолько природа твоя уже, что... Я надеюсь, что это, да, природа. Здорово. Ну, естественно, бывают моменты, когда там злишься. Чаще всего это бывает за рулем. Но, к счастью, я все меньше и меньше... А как ты злишься? На что-то похоже? Ну, если... Я все-таки добропорядочный гражданин. И стараюсь нормально водить машину. И, естественно, я не люблю хамов на дороге. И когда кто-то, ну вот, откровенно некрасиво себя ведет, я злюсь. Отсюда я беру следующее. Мне тяжело с хамами. Я не люблю хамов. Кто еще? Какие еще характеристики людей тебе неприятны? Лицемеры, шуты, мне неприятные люди, которые ради цели ходят по трупам. То есть цель не оправдывает средства. Не всегда, вернее. Мне неприятные люди, которые слишком много внимания к себе привлекают. Когда обслуживают какой-то свой запрос, потребность невроза или еще что-нибудь. Да, да, да. А что более всего тебе нравится в человеке? Какие качества человека ты ценишь наиболее всего? Кругозор. Глубину. Чувство юмора. Я выхожу. Так, кругозор, чувство юмора, глубину. Я не был готов отвечать на этот вопрос, но это то, что первое приходит на ум. Ну, естественно, порядочность, умение общаться. Вот это, наверное. Как ты определяешь глубину? Компетенция очень важна, кстати. В том, что человек делает. Правильно я тебя понимаю? Не, не обязательно. Общение. А компетенция в общении? Стоп. Глубина. Да. Мы сейчас про глубину. Глубина, она может быть как профессиональная, но, прежде всего, человеческая, имеется в виду. Насколько он глубоко, то есть, как антоним поверхностному. Есть поверхностные люди, есть глубокие. Соответственно, с глубокими интереснее общаться. Компетенция – это, в принципе, очень важно. В любой профессии. И неважно, будь то коллега или ты клиент, и с каким-то мастером общаешься. Хотелось бы, чтобы он был порядочный и компетентный. Хотелось бы. У меня тоже. И тогда, и это как, знаешь, как мои критерии того, чего бы мне хотелось побольше, и того, чего бы мне хотелось поменьше. А что тогда самое обалденное в том, чтобы тобою быть? В том, чтобы быть Зориком Уманским? Что самое классное? С моей точки зрения? С твоей, конечно, с твоей. Что тебе наиболее нравится в том, что ты – это ты? И в твоей жизни? Наверное, вкус. Вкус. А с чем тебе приходит широкое понятие этого слова? Тебе наиболее нравится в своей жизни вкус, широкое понятие этого слова. Правильно тебя услышал? Да. А тогда что тебе наиболее сложно дается со собой или в себе или со своей жизнью? Мне, в принципе, легко. Что мне сложно? Наверное, какие-то консервативные вещи, возможно, перестроиться иногда в общении, меньше злиться по мелочам. То есть при том, что я хладнокровный, но не на сто процентов. Спасибо, это так. Это прям интимно. Я тогда о радости немножко скажу. Я так вычленил из нашей беседы, из моего некоторого знания тебя, что делает, создает твою жизнь радостно, наполняет. Ты в своих принципах, в общем-то, это классно описал. Это, собственно, возможность делать то, что ты любишь. Да. А ты это делаешь уже 20 лет, и выбрал делать так далее, и знаешь, как это. Это возможность, собственно, встречаться со вкусом в разных его проявлениях, с эстетикой, с этикой и со вкусом в разных его проявлениях. Это быть в семье, в той, которую ты строишь, вы или вы построили, и такова, какова она есть, потому что эти ценности для тебя важны. Быть наполненными теми людьми, как ты рассказывал нам ранее, с которыми тебе интересно. Жаль, конечно, что число Донбара только 120, там сколько-то, но так есть. Это очень много. Это очень много. И тогда, что еще, может быть, я упустил, а может быть, ты не сказал, является... Есть одно ключевое слово. Скажи, пожалуйста. Важное. Ну, оно во всем очень важно, во всех сферах жизни. Баланс. 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 Не звучал сегодня. Да. Ну, допустим, life-work-баланс. Это же сумасшедше важно, грубо говоря. Так у тебя все и там, и life, и work в одном месте как будто... Да, ну, грубо говоря, жить в Москве, Киеве, Чернигове, Лос-Анджелес, Тель-Авив, это же разные ритмы жизни, и иногда тебе надо чем-то жертвовать. Мне кажется, вот у меня сейчас идеальный life-work-баланс. Это, среди прочего, зависит от места, в котором ты живешь. У каждого города свой ритм. Тебе нравится в Киеве? Да. Вот, мне, наверное, было бы скучно. Менее энергичным городом, при этом слишком быстрый темп. Вот в Тель-Авиве быстрее темп. Не намного, но быстрее. Там, в принципе, я справлялся. Может быть, ритм Нью-Йорка был бы для меня слишком. Я выдерживал два года. Именно выдерживал. Я не хочу выдерживать. Я хочу, чтобы было хорошо. Я люблю Киев. Я люблю. И ты и я много где были и чувствовали давление или, наоборот, открытость. Давай, приходи и будь в своем темпе. Киев мне чем-то напоминает это вино. В том плане, что это недооцененный город. Мы его знаем. Мы-то его оцениваем по достоинству. Но многие люди, особенно иностранцы, когда попадают сюда, у них просто открываются глаза, падает челюсть. Насколько это крутой город. Да, правда. А я хотел спросить у тебя, какие ты используешь способы, ресурсы находишь на восстановление баланса, когда необходимо? Сейчас ты говоришь, что ты в балансе. Какой-то путь ты к этому проделал. Что тебя удерживает в балансе? Какие твои ритуалы? Нету ритуала. Ты мне рассказал, я хожу на спорт, чуть меньше ем. Сейчас выглядит, что более там... Способы немножко другое. Это не тот ритуал? Он тебе баланс не добавляет? Нет, наверное. Ну, спорт, да, конечно, добавляет, потому что это удовольствие. Но мы сейчас уже затрагиваем более физиологические процессы. Соответственно, опять же, это баланс, с одной стороны. Удовольствие, физиология. Да, спорт очень важен. Отдыхать важно. Быть одному. Я очень люблю побыть один, когда вообще никто ничего не отвлекает. Поздно ложусь спать. Это мои часы. Ходишь в свое время в этом. Да. Смотреть какие-нибудь интересные фильмы, умные передачи, подкасты, типа, как ты думаешь. Как вы договорились с женой об этом? Не надо было договариваться. Она же варнаки сова. То есть полное принятие в этом понимание. Да, да, да. Время наедине с собой очень важно. Очень важно. А какого типа отдых тогда? Хорошо спишь? О, кстати. Я очень люблю спать, но при этом это проблема. С одной стороны, может, это возрастной, может, это постковидная. Но у меня есть периоды ups and downs со сном. После ковида два месяца я прям не досыпал сильно, не получалось. Нервная система прям летала. Не получалось. Сейчас лучше, но мне приходилось попить таблеточки всякие. Магнит-6 антистресс и прочее. А когда нужно, так еще и курс мелатонина или каплинота, чтобы просто выровняться. Мелатонин принимал, да. Потому что я не очень люблю таблетки, там, снотвор на нее употребляю. Но, да, мелатонин, еще что-то там было. Ну, в общем, сон тогда, сон еще для отдыха. Очень важен, да. А ты днем спишь иногда такой парольный? Никогда. Никогда. С детского сада ненавидел этот процесс. Иси? Да, я в детском саду... Я сплю ночью. Я в детском саду реально всегда выбирал раскладушку поближе к полке с игрушками, потому что знал, все будут спать два часа. Мне надо чем-то заняться. Красавчик. Уже тогда смышленно распределял свою жизнь. Так, это так у тебя... Таким образом ты психологический, физиологический баланс довыстраиваешь. Я пытаюсь так разобраться и немножко лучше узнать, что тебе помогает это делать. Время наедине, отдых. Отдых каким-то образом, то ли баня с друзьями, то ли... Я не люблю баню. Баня это... Ну, садомазохизм какой-то для меня. Тебя бьют, тебе жарко. Сон. Важно. Нет, спорт, да. Там тоже вроде садомазохизм. Ну вот. Мне не нравится монотонный процесс. Допустим, я не люблю бегать. Бег ради бега. Но я понимаю, что это надо, поэтому я бегаю в футбол. Потому что там есть экшен. Я не люблю качаться. Во-первых, мне кажется, это не очень эстетично. Но качок в моем понимании это не очень эстетично. Это искусственно. Ты борешься. Нет, я на бокс хожу. Это... Хорошо, ты на бокс ходишь. Это твой способ. Да, да, да. То есть там и экшен, и при этом, ну, как бы все естественно. Хорошо. Тогда я дальше еще немного осталось. Выпьем. Да, просто так. Да, ты заслужил это. Приятно. Да, какой был у вас вопрос? Вопрос такой был. Вот ты говоришь, я знаю, как я живу. Вот, собственно, принципы. Оставишь ли ты цели перед собой? Какие-то длинные, большие. Сомелье мира, не знаю. Заработать икс денег. Еще ребенка. Переехать туда-то. Жить в балансе. Жить в балансе. Да. А вот это такой какой-то измеримый или на уровне ощущений опять? То есть в этом плане я, наверное, плохое пособие с точки зрения бизнеса. Может быть, каких-то психологий разных систем. Потому что я не строю дальнеидущие планы, вот какие-то KPI, ты выполнил это, идем дальше. Нет. То есть теорию знаю, но не практикую. Ты в поиске баланса дальше. Цель так, чтобы баланс был. Да, так, чтобы было комфортно. Не обязательно быть в зоне комфорта, естественно. Я понимаю, что надо менять что-то, обновлять, штудировать. Как часто в жизни тебе приходилось резко или сильно менять обстоятельства для того, чтобы выйти из зоны комфорта, например, и создать новую? Ну, какое-то время приходилось бы посоздавать ее. Вот ты продал Ботегу и перешел в Гудвайн в каком году? В девятнадцатом, кажется. В конец восемнадцатого. Ну, там не то, что продал, у нас три партнера, и это субаренда, которой я просто больше не занимаюсь этим проектом. Ты вышел оттуда и уже четко зашел в... Мой партнер продолжает. Понял. И это мейджор шифт, это большое изменение для тебя было, правильно? Да, вообще Ботега это серьезное было испытание, изменение, опыт классный. Слушатель и зритель, Ботега был великолепным рестораном на Терещенковской в Киеве. Точно был моим любимым на то время. Спасибо. И вот Зорик рассказывает, почему это было испытание. Ты говоришь, это было испытание. Ну, вообще ресторанный бизнес – это очень сложный бизнес. Там сумасшедшая детализация. И, соответственно, ну, многие говорят, что если ты преуспел или хотя бы имеешь опыт в этом деле, тебе будет относительно легко в других видах бизнеса. И там просто я сейчас уже с высоты полета понимаю, какие ошибки мы допустили, что нельзя было делать. В принципе, это прописные истины. И надо было просто понять, в какой-то момент все остановились, хватит. Потому что то, что мы тут зарабатываем недостаточно, отвлекает нас слишком сильно. То есть есть альтернативные какие-то источники заработка. И, опять же, баланс. Сколько времени ты тратишь, что ты за это получаешь и какие у тебя альтернативы. Все это взвесив, понимаешь, что надо поступить А, Б, С. Тяжело было расставаться? Уже нет. На тот момент. Сейчас нет? Уже прожил это? Не-не-не. И на тот момент. Уже пришло время, ты понимаешь, лучше расстаться. Лучше расстаться. И вот таких вот расставаний с прошлыми твоими приключениями или испытаниями тех времен, вот можешь ли несколько вспомнить, как ты их переживал? Про Ботегу вот сейчас услышали. Их еще, наверное, несколько было до. Не, не так много на самом деле. Это переезд, естественно, из одной страны в другую. И, опять же, пришло время, переехал, есть какие-то бытовые вопросы, ты здесь решаешь, приспосабливаешься в хорошем смысле этого слова. Понимаешь, твое не твое, был испытательный срок с обеих сторон. Ну, я имею в виду по отношению я, страна, я и новый работодатель. Новые обстоятельства. Все интересно, прошло, идем дальше. Я редко меняю работу. То есть у меня, в принципе, было две серьезные работы, плюс свой бизнес и несколько консультаций. Ты лоялен? Да. То есть выбираешь ты тогда очень фундаментально, получается? Да. Или это просто такой принцип, что... У меня был только один опыт работы, серьезный, когда я отработал три месяца и порвал отношения. Причем я с этими людьми не общаюсь и не хочу общаться. Испытательный срок не прошли эти люди? Да, да. Я, кстати, за то, чтобы мы помнили, что испытательный срок, он с двух сторон. Нас выбирают, каким мы выбираем. Конечно. В будущем, когда тебе, ну, через шесть лет, допустим, вы с Гудвайном достигнете всего, чего можно совместно, ты представляешь такое развитие событий? Конечно. Размышляешь о нем? И тогда это будет... Ты же, наверное, наслышан о Гудвайне, а я изнутри знаю, насколько это высокопотенциальное и интересное место работы, что сейчас происходит. Сейчас новый проект Фуду откроется. У нас еще есть несколько гениальных, красивых, интересных мыслей в голове, и ты понимаешь, что твои способности могут быть применимы, опять же, с большим удовольствием для обеих сторон. Здорово. И тогда это получается изменение роли в одной системе. Ты выходишь по Адизусу, снова выходишь на новый цикл, и у тебя снова горят глаза интересные, и ты кайфуешь. Да, да. Здорово. Я рад, что ты выбрал себе такую жизнь. За это выпью. Я потянулся за водой, но ладно, выпью. Спонсор сегодняшней воды – компания «Витель». И она тоже об этом не знает. Эта шутка становится предсказуемой. Ну, рано или поздно они узнают об этом. Ну, ничего. Вернемся. Значит, мне очень нравится, как ты вообще размышляешь о жизни, о деле. Оттого мне и хотелось побеседовать так. Я испытываю, вот уже полуторачасовой диалог есть, я испытываю пиднесенье. Как на русском? Возвышение? Я на возвышении. У меня эмоционально вознесенное такое состояние классное. Я получил оптимистический какой-то такой взгляд в будущее вроде бы благодаря тому, как ты видишь мир. При этом в некотором роде удостоверился в том, что окей, тот выбор, который я сделал там в своих ценностях, например, в некоторых. Я вот в тебя позеркалил так, и здорово. Может, оно еще и туда приведет, в такие штуки. При этом ты же понимаешь, что... Но мы разные. То есть, вот я чувствую в процессе разговора, что ты оперироваешь определенными терминами, которые я слышал, но не знаю. Или есть какие-то теории, которые, да, там, Адизас и так далее, там еще кого-то ты упоминал. Не знаю, не знаю. Я их по жизни выполняю, но я не знал, что это был он. Это же не меняет твою жизнь. И мою не меняет. И контекст разговора тоже это, оказывается, никак не меняет. Я немножко комплексую по этому поводу, но не более того. Слушай, когда ты называешь регионы Франции, которые вроде бы из географии можно было бы знать, я тоже комплексую, поверь мне, очень часто. Ну все, поделились. Поделились этой частью. Ну что важнее знать, Адизас или Лангидо Круссио? Насмотря кому. Нет ответа. Действительно, нет ответа. Зачем такой вопрос вообще задавать? Не надо. Не надо. Вот это как... Это ирония. Надо. Ну просто. Для поддержания беседы. Мне нравится, что я испытываю легкое алкогольное опьянение, и мысль еще не теряется, но уже понемногу... Я так расслабляюсь и размягчаюсь, и уже хочется... Уже хочется перейти в неформальную обстановку, я бы так сказал. Поэтому в конце, наверное, я вот на завершение, я бы спросил у тебя твое кредо, которым ты сегодня, вот в этом твоем сегодняшнем состоянии, в балансе сбалансированного человека, которым ты оперируешь. Если оно у тебя есть, может быть, это предложение или возглас, его нет. Нет. Его нет. В том-то и дело, что, знаешь, как-то мы ехали по советской тогда еще Москве в конце 80-х, я видел там висит через всю улицу Горького, которая сейчас Тверская, огромный красный советский, не знаю, растяжка, флаг. Там написано, девиз москвича такой-то, там какой-то советский слоган. Папа за рулем, я его спрашиваю, у тебя есть девиз? Ну и хочу его подколоть, типа. А у москвичей такой-то. Папа мне серьезно отвечает, пожалуйста. Про порядочность, про этику, про мораль. И, наверное, вот это и есть то кредо, которое так или иначе перефразирует, добавляя что-то новое, я должен был бы озвучить. Но в целом нету никаких подготовленных фраз, нету никаких шаблонов и форм, как ответить на этот вопрос у меня. Вероятно, это... Надо быть гибким, среди прочего. Надо быть готовым добавлять в свое кредо какие-то новые критерии. При этом ни в коем случае не жертвуя этикой, моралью. Своим компасом моралью. Да, 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 конечно. Мне кажется, это замечательное завершение. Мне очень приятно. Спасибо, что ты так легко, оперативно согласился и принес нам подарок. Это легко и приятно. У нас в гостях был Зорий Куманский. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok